человека всем привет кто присоединился к нам сегодня у нас посиделки за за чашкой чая на так виртуальная 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 в нескольких словах откуда вообще появилась появилась школа пас с чего все с чего все началось началось все с счастливой случайности это то что ну в общем то мы оказались в калифорнии и начали я начал искать работу казалось что найти работу как программиста в общем то нужно немножко при приложить усилия кстати я сейчас и точнее как я сейчас сейчас пару пару дней назад нам нужен еще один программист даже не как ученик не как преподаватель а именно как который как программист и много тоже вернулся в этот процесс собеседований ладно начал искать и начал искать работу оказалось что американские работодатели они чутка другие чем чем наши наши соотечественники да они кого по другому них по другому этот процесс устроен нужно говорить на английском языке до неожиданность тоже и нужно еще выглядеть выглядеть профессионалом как как минимум потом еще и а потом и еще и им являться да по счастливой случайности я устроился в apple там поработал какое-то время и вот как раз отсюда все и началось да то есть мы решили что давайте попробуем поделиться этими знаниями мы даже в начале когда как как когда набирали первую первую вторую группу мы должны нас не было никаких названий того не было ни названий ни визиток в принципе визита нет и до сих пор и вот так вот так мы живем да наверное даша может дополнить как-то эту историю и в принципе потом мы можем перейти уже к следующим к следующим частям то что людям то что людям интересно поотвечать на вопросы да когда когда мы начинали это был конец 2016 года а в америку мы приехали в начале 2016 года и в начале а виктор он вел курс по джаваскрипту он был нашим единственным преподавателем я была нашим единственным сотрудником то есть нас было двое потом у нас появились еще преподаватели которые помогали ему потом у нас появились продавцы маркетологи администраторы менеджеры которые помогали помогают мне вот сейчас у нас в команде больше двадцати пяти человек от двадцати пяти до тридцати примерно так в зависимости от зависимости от куда дует ветер да и мы набираем группы каждый месяц а поначалу мы их набирали только раз у нас было всего лишь два набора в год то есть мы набирали каждые шесть месяцев группу было всего два курса это qa и full stack вот потом мы перешли на набор каждые три месяца потом каждые два месяца и вот сейчас каждые четыре недели начинается пять курсов регулярных это большая работа набирать набирать новые группы и раз в квартал у нас стартуют новые курсы вот с нами сейчас вот надя фидоренко я вижу она подключилась она тот человек которая помогает работать с нашими студентами курса qa алексей пасечник это наш студент выпускники преподаватель курса devops вот и на данный момент вот виктор наш дорогой любимый он ведет только некоторые уроки по джава скрипту и очень приятно что сейчас у нас уже все так построена есть система когда каждые курсы они работают и без нашего прямого участия и мы стараемся сделать такую систему чтобы она работала максимально автономно вот между прочим алексей тоже недешевый достаточно дорогой все наши преподаватели они не совсем не дешево даже я бы сказала дорогих специалистов потому что они опытные и очень они нам очень очень дорогие и любимые но слово но алексей дороже всех спасибо виктор это теперь останется на записи да нет ну курс devops это правда один из наверное наших самых удачных проектов ну full stack само собой и qa это прям ну вот из таких новеньких курс devops показал себя очень хорошо и туда и вообще это новая сфера и кстати оказывается как недавно просветил нас алексей вот может быть ты тоже про это скажешь пару слов ребята кто не знает последние два года появилась новая профессия которая раньше не было на рынке это профессия финопс правильно алексей да то есть это devops который занимается еще и финансами его могут позволить себе только крупные компании и это тот человек который экономит компании там сотни тысяч или миллионов долларов на как раз на на всех технических вещах правильно и вот например да 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 алексею сказать что-то да в общем то но это не совсем devops который занимается финансами это больше вот просто это не работа это не аккаунтинге то есть это не работа с финансами непосредственно это больше работа с со стоимостью определенных продуктов и умение выжимать максимум из из ресурсов вот вот об этом то есть это все еще техническая специальность но уже нужно базовое понимание то есть не нужно как бы аккаунтинг вообще понимать совсем но база должна быть и это или приходит во время работы вот с этим стеком либо либо приходится это учить но и да это это новая профессия она еще будет расти потому что эти люди реально экономят много денег но в средней маленькой компании такие люди не нужны обычно это выполняет менеджер такую работу менеджер либо сеть его а когда уже компания достаточно большая там больше сотни человек то тогда уже начинается как бы нам так получить побольше заплатить поменьше получить побольше такой вот инсайт для тех кто не в курсе все провайдеры облачных технологий они позволяют собой торговаться и соответственно если знать как торговаться если правильно к этому подходить можно заплатить на 50 процентов меньше чем это стоит у них в прайсе на сайте вот так я не хотел хайджекить ваш вебинар поэтому продолжайте да мы сегодня рассмотрим у нас есть мы собрали несколько вопросов самых популярных от наших подписчиков в инстаграме и в мы попытаемся сегодня ответить максимально искренне по дну и подробно на эти вопросы вопрос первый самый популярный я новичок войти вот я буду задавать виктора ты будешь помогать мне отвечать вот если человек говорит я новичок войти и я хочу туда попасть потому что там перспективно не физическая работа много денег но я не знаю получится у меня или нет и какое направление мне выбрать вот это самый популярный топ наш вопрос то есть получится ли у меня и какое направление выбрать из всех что можно порекомендовать в таком случае максимально так кратко и содержательно ночью тут тут сильно кратко не получится тут нужно начать с того что во первых про айти говорят уже все все кому не лень и реклама направления она 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 создает ажиотаж само само собой и есть люди которые даже раньше может быть не задумывались об этом но потом почему-то вдруг решили что став ну как бы там что что им в жизни не хватает только того что они не программист то есть настолько настолько хорошо настолько хорошо на все рекламируется и подается у меня же немножко другая точка зрения на это и я еще сам расскажу как человек который через это все прошел но пять лет назад я повелся на рекламу кстати извините я еще хайджак на вашу бинар я не повелся на рекламу я этот я как раз искал какую-то вот команду искал какие-то курсы и причем я человек который настроен достаточно скептически изначально то есть все вот это инфо цыганство меня уже был опыт я это умею чувствовать то есть ну как бы вот и я вам скажу что у меня был разговор с виктором часа полтора виктор меня интервьюровал перед тем как взять на курс то есть там там реально было такое собеседование какая у тебя мотивация зачем ты сюда пришел а действительно ли ты хочешь и вот это вот меня вот это удивило и потом придя на курс я уже понял почему ну потому что как бы случайных людей в начале там точно не было вот я это хорошо хорошо дополнил своим своим примером потому что ну как я сказал настолько много рекламы что люди почему-то вдруг решили что они должны стать программистами программистами там тестировщиками девоксами и так дальше но в действительности это всего лишь один из вообще вариантов по которому вы можете пойти вы можете вы можете с таким же результатом стать например да кем угодно водителем водителем самосвала да все что угодно там стать электриком пламером допустим там прекрасно переводчиком психологом не знаю там косметологом к этим клофилинщицей таким угодно вообще специальностей мы множество поэтому это всего лишь одна из специальностей что в которой вы себя можете да да макальщиком клубники вот как предлагаю да шоколадку макать клубнику на конвее стоять в общем да макальщиком любого любых предметов и если вы чувствуете что вам это интересно но не только по рекламе а еще и потому что вы попробовали то тогда добро пожаловать в секту вперед как бы вот ваш вот ваш колпак фонарь и в общем то вперед нужно обязательно пробовать потому что если вам это понравится и вы чувствуете что вам это интересно то тогда это желание совпало совпало с рекламой но если вы не пробовали сами либо есть еще другая крайность что вы вы пришли на вебинар послушали потом потом он лично мне все нравится запишите моего мужа ему это как раз очень нужно он там сидит не знаю чем ему заняться в общем такие есть матери во всех смыслах да то есть как бы везде и нужно пробовать короче пробовать пробовать у нас есть для этого даже платформа можно будет потом скинуть ссылку я скину потом ссылку и сюда вы сможете сможете зарегистрироваться попробовать себя в этом и отсюда отсюда дальше уже плясать да вот это так это вкратце так давай еще раскроем нашу такую самую наверное сложную тему она сложная для нас и для наших студентов это большой вопрос приходят к нам все новички это не секрет все без опыта войти и они все их цель найти первую работу после курсов а и тут начинаются проблемы как я найду работу без опыта работы насколько реально найти работу программистом спустя шесть месяцев учебы и самое главное рынок труда переполнен или найма нет что делать то есть как это но это действительно большой серьезный вопрос мы нашли ему решение как мы это решаем с нашими студентами вот уже восемь лет можешь тоже рассказать как мы это все решаем да я тут в догонку скажу тут дмитрий дмитрий пишет о том что некоторые буткэмпы предлагают 30 30 дней money back ну понятная идея в том чтобы в том чтобы люди себя пробовали у нас есть подготовительные программы они они как раз тоже кстати рассчитаны на 30 на месяц прохождения и в них достаточно достаточно долгий период money back нужно уточнять по по договору с менеджерами как как она сделана но вам достаточно сильно меньше чем чем 30 дней вы за одну неделю можете принять принять и понять что что это такое так что 30 30 дней это прям для тех кто так сильно сильно сомневался теперь дальше спрашиваю работу по поводу работы ну отучиться уметь уметь делать уметь делать получить навыки и найти работу как ни странно но это два разных навыка вообще два разных навыка таких сильно сильно далеких друг от друга вам для начала нужно получить навыки понять что вы это можете делать второе это уже готовится и выходить выходить на рынок туда мы делаем вот тут говорят в чате расскажите о стажировках да у нас еще есть стажировка для того чтобы эти навыки могли закрепить и стажировка может длиться долго потому что вы все разные люди все разные люди у каждого из вас своя скорость восприятия информации каждая скорость закрепление и поэтому мы делаем стажировку стажировку в зависимости от того на какую программу вы идете на том вы будете стажироваться так по поводу самой самого процесса подготовки к трудоустройству вам нужно во первых подготовить самопрезентацию но это как бы забегаю наперед чтобы вы знали что что вам нужно будет делать самопрезентацию на английском языке там такая классика есть десятка вопросов чтобы они у вас тоже были на хорошем уровне вы можете быть хорошим специалистом но когда он скажет типа tell me about yourself tell me about your experience то тут людей может очень очень сильно this is work like this because i said this is fine this is fine trust me in my native country и началась вот эта вся вся нудная история я ну как бы английский важен но тут как бы палка о двух концах нельзя говорить что английский нужен типа нельзя подаваться потому что у вас нет английского но с другой стороны вы как бы должны уметь отвечать именно по теме разговора ну то есть техническая терминология понимание что вас спрашивать и умение отвечать именно по теме а не уводить ее в сторону но с другой стороны не попробовал не поймешь как это работает и нужно идти подаваться то есть в любом случае вы никогда не будете готовы на сто процентов абсолютно абсолютно согласен и с точки зрения тех той компании которая вас нанимает я просто пару дней назад закинул одну вакансию мне нужен именно программист то есть не преподаватель не там именно программист с кем можно было бы работать в языке? да 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 не на каком языке тебе программист нужен? на джаваскрипте ну нашу классику да джаваскрипт typescript backend а временная зона какая? вообще без разницы окей у тебя есть кто то да? я поспрашиваю да 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 то есть несмотря на то что ну мы вот учим казалось бы такой парадокс мы учим на программистов но при этом при этом ищем сами программисты дело в том что наши студенты они как только становятся способными что-то делать их стоимость в Америке она настолько возрастает что мы их уже не потянем держать держать в штате как полноценных программистов то есть только только большие компании или там стартапы с финансированием то есть они уходят они уходят потом на большие деньги поэтому ну 150 тысяч USD это только начало кстати и это реальные цифры да 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 ну как бы для для американских компаний это вообще без безвыходная ситуация если они будут предлагать типа давайте можно там в половину и так дальше они могут взять нанять кого-то но этот человек там поработает пару пару месяцев потом придет какой-то хороший оффер его больше там нет да то есть зарплаты зарплаты программистов очень очень привлекательны я считаю так да и по поводу стажировок давай еще добавим что у нас на каждом курсе стажировки есть они обязательны к прохождению то есть они включены в стоимость мы обязуем каждого студента обязательно стажироваться на проекте в конце обучения можно указать этот опыт в своем резюме мы это подтверждаем бэграунд чеками даем референсы и если потом человек устраиваться на работу то ему как раз этот опыт на проекте будет очень важен и полезен это и есть американский опыт на проекте и для всех тех у кого кому не нужно учиться а кому нужен просто опыт на проекте мы их приглашаем на стажировку мы оказываем такую услугу тоже то есть это то что касается стажировок а по поводу подготовки к интервью мы обучаем на русском языке но у нас есть занятия где мы отрабатываем ответы на вопросы рекрутеров на английском то есть это прям такое заучивание ответов так чтобы вы звучали хорошо в глазах интервьюера это все тренируется этот навык он накачивается да ты хочешь что-то добавить давайте давай так и добавим да тут мне такое человек говорит типа некорректно называть зарплаты не говоря в каком штате и городе ну почему сейчас много есть возможностей работать удаленно и после ковида компании поняли что это рабочая схема и часть сотрудников до сих пор остается работать удаленно поэтому я считаю что мы можем в какой-то степени обобщить ну и в больших городах типа Нью-Йорка Сан-Франциско да типа там это в Хьюстоне в Далласе в промышленных городах то там зарплаты будут конечно повыше чем где-нибудь в середине между ними но как раз вот разница она и есть на на сумму аренды жилья вот я примерно так сравнивал вот они доплачивают как раз вот для того чтобы вы там могли могли существовать да да еще вопрос про английский вопрос такой если английский на данный момент это достаточно query нет смысла начинать учиться программированию и нужно идти учить английский или наоборот нужно идти учить программирование и параллельно учить английский ну вы учили английский с 1 по там с третьего по 11 клац не выучили вы думаете сейчас вы пойдете учить английский и тут внезапно он как-то вас резко начнет резко начнет к вам прилипать ну один из способов один из способов уйти в имитацию бурной деятельности и в отговорку. Так можно все время. Там есть мигранты, которые приезжали с нами в 16-15 году, до сих пор учат английский язык. И вот там, как Алексей троил This is this и прочее. Дело в том, что это правдивые истории. Я только от себя могу добавить. В Торонто есть целый район, который называется Норс-Йорк, в котором живут русские и еврейские эмигранты. Им просто не нужно. Они живут в своем комьюнити. Как Бруклин в Нью-Йорке. Брайтон, извините. Да, Брайтон и Бруклин. Брайтон это своя рода аномалия. Брайтон, Сакраменто. Приезжают люди 40, 50, 60 лет плюс. Вообще им не нужно английский. Они не ходят в Америку. Они ходят там по своим магазинам. У них свое сообщество. У них в парках есть лавочки, на которых они сядут по пообсуждают прохожих. В общем, вы можете оставаться в своем пузыре. Пожалуйста, это ваш выбор. Но чем быстрее вы начнете использовать местный язык, тем легче вам будет адаптироваться. Причем оказалось, что и в профессиональной деятельности, и в процессе собеседования английский в сильно урезанной версии используется. Еще добавлю, что у нас в школе 95% студентов, у них нет хорошего английского. У них у всех английский невероятно слабый. Единицы те, у кого английский хороший. Но это не является помехой при трудоустройстве. Почему? Потому что вы учите технические знания, у вас они есть, вы готовитесь к прохождению интервью, вы заучиваете ответы на вопросы, и ваша задача сделать так, чтобы вы понимали смысл заданного вопроса, и когда вы отвечали, вас тоже понимали. Это все навык, и он тренируется. То есть для этого не нужен какой-то идеальный английский. Вот технически английский вы не сможете не выучить во время курса, потому что терминология входит. А все, что касается прохождения интервью, это тренируется на дополнительных занятиях, которые также есть и доступны всем нашим студентам, как и стажировка в обязательном порядке. Правильно? Просто ты мне сказала, я что-то вспомнил эту историю с легким паром, этот фильм, когда там эта актриса, она же вроде по-русски вообще даже не говорила. Ну у нее... Она все... Все фразы... Не, за нее другая девушка говорила, она... Это не она говорила, ее озвучивала другой человек. Слушай, не портними мою легенду. В общем, история такая, что вы просто должны приготовить во-первых, и ответы с ними по презентации, и второе, быть готовым к техническим вопросам. Вот такая составляющая часть. Так, нам пишут вопросы, я думаю, что стоит... Только зачитай их, да, зачитай, чтобы было понятно записью. Так, по стажировке рассказали, про корректно-некорректно ответили от Павла. То есть, если английский пока что недостаточно хорош... Ага, в общем, это как раз тот же вопрос. Вы должны учиться техническим навыкам и английскому, и навыкам интервью одновременно. Так, 150 тысяч или полтора миллиона... 150 тысяч в Джексонвилле Флорида никто не даст, а в Нью-Йорк это дешевка. Ну, да, есть такое... Есть такое мнение, что в своем городе, я предполагаю, что вы из Джексонвилля, кажется, что в Джексонвилле вообще как бы жизни нет, но там есть компании, там есть разработка, там нанимают. Джексонвилль огромный, огромный город, и, безусловно, там есть. По поводу того, что там кто-то кому-то что-то даст или не даст, то нанимают не в соответствии с городом, а американцы и, в принципе, айтишники достаточно легко переезжают, если есть хорошее предложение. Поэтому если у вас есть какое-то хорошее предложение переехать в Нью-Йорк, а Джексонвилля это не так уж далеко, и вам предлагают хорошую зарплату, то почему бы нет? Я думаю, что 150 тысяч и для Нью-Йорка вполне себе хорошая зарплата. Я бы, не знаю, я бы не сказал, что тишевка вполне себе достаточно. Ну, вы не будете жить, конечно, где-нибудь там в элитном районе, там с Дамимур секретами не будете делиться, но вы не будете с ней жить на одной лестничной площадке, но все равно для начала очень даже неплохо, очень даже неплохо. Есть ли возможность с вами, с Дарьей, с Виктором связаться? Да, без проблем. Даша, ты кто хотел? Я оставила контакт, да, я оставила контакт, и я вот тут спрашивают, я хотела озвучить, у нас сейчас через полчаса, то есть мы ведем этот эфир час, и когда он закончится, на этом же стриме, по этой же ссылке, у нас будет занятие с нашим преподавателем курса Machine Learning, он расскажет о профессии Machine Learning Engineer, то есть это человек, который работает с искусственным интеллектом, управляет им, он же является практиком, специалистом, профессионалом, и он же ведет курс по Machine Learning, то есть оставайтесь на этом стриме, вы познакомитесь с Денисом, он расскажет детальнее про нейросети, и в связи с этим вот у нас вопрос в чате, скажите, тема Machine Learning сложная для новичка, и второй вопрос, преподаватели Machine Learning курса, они работают Machine Learning инженерами? Отвечаем. Все преподаватели, которые у вас ведут, разбираются в своей теме, и они работают в этой сфере. Сложная ли тема Machine Learning для новичка, как ты думаешь? Я думаю, что Machine Learning вообще сам по себе требует чуть больше времени, чем остальные профессии, требует больше времени, он не настолько, он не сложный, но просто требует времени, чтобы с этим разобраться. На что уходит основное время? Ну-ка, ну-ка. Во-первых, вначале вы начнете с программирования, это база, мимо нее вы никуда не пройдете. После программирования у вас будет особенная часть, которая нет в других программах, это математика, статистика, потому что она в Machine Learning нужна. И вот сама специфика устройства нейросетей, просто в других программах это нет, это только здесь, поэтому требует времени. Если рассмотреть, например, вот Алексей DevOps преподает то, чтобы стать DevOps, как ты думаешь, сколько нужно времени от старта до того, чтобы они уже могли ходить на собеседование по твоей практике. Вот, 4 месяца. Да, 4 месяца. Не, ну подожди, тут вопрос упирается в другое. Вопрос упирается в то, сколько времени ты в день тратишь на занятия. Хорошо, ну типа... Насколько ты мотивирован? Типа 4 часа. Да, стандартных 2-4 часа, ну 4 месяца допустим, да, окей. Да, в Machine Learning вы за 4 месяца будете где-то в первой трети, где-то вот в первой трети ближе к половине. Ну хорошо, ну на что на что уходит много времени? Программирование. Программирование. Там именно написание этих моделей на питоне и разбирание. Да. Ну давай, давай даже так, я просто не буду забирать у Дениса и перемешивать. Лучше он расскажет, потому что я когда делал попытку, думаю так, сейчас я разберусь с Machine Learning, я разберусь, типа, я знаю механизм, как нужно обучаться, я знаю, как нужно это делать, все такие, типа, лавхаки, думаю так, сейчас я посмотрю, открываю YouTube, такой, смотрю так, первый урок для машинного обучения, я через 5 минут, у меня уже такие, эти, подергивания, потому что там перешли уже на какой-то математический язык и вообще непонятно, то есть я просто вот, можете ради развлечения написать в YouTube первый урок по нейросетям или машинному обучению, там через какое-то время начинаются уже формулы и начинает клинить, поэтому, когда мы делали курс по машинному обучению, мы его достаточно долго стартовали, потому что нужно было составить такой план, такую методичку, при которой люди, студенты без опыта предварительного и с ними нужно, их нужно постепенно, постепенно в это втягивать. Да, поэтому Денис расскажет лучше, давайте лучше те вопросы, в которых мы разбираемся, потому что в машинном обучении, я честно скажу, я не не настолько хорош, как Денис, поэтому он и занимается этим. Давай добавим, то есть у нас будет урок с Денисом сегодня, бесплатный, первый, и завтра в то же время по той же ссылке, то есть тоже в 6 вечера по Калифорнии, в 9 по Нью-Йорку, сегодня и завтра. Тот же самый Денис, но он будет вживую рассказывать. Нет, сегодня Денис, а завтра другой преподаватель. У нас на курсе преподаватель не только Денис, вот вы сможете на этих уроках познакомиться со всеми нашими преподавателями, поэтому подключайтесь, вот оставайтесь на стриме сегодня. У нас куча преподавателей и всех двух мы вам покажем. Да, и давайте... Вот вы так рекламируете, извините, рекламируете AI, это TML, извините, приходите ко мне на DevOps завтра, завтра у нас англоязычный DevOps тоже. Да, да, кстати. Причем есть курс прямо на английском, то есть я себя прорекламирую, ребята. Верно, у нас есть курс на английском. Сейчас кто-то такой, так, девочки, а я еще торты делаю, Боти, торты и пирожные, приходите лучше ко мне. Виктор лучше торт делает, ходите к нему. Да, у нас сейчас есть два курса на английском языке, это курс по DevOps, который ведет Алексей, это, кстати, мы уже стартовали с ним первый поток, у нас уже отучились американцы, все прошло отлично, это была наша первая группа, только для native спикеров, все было на английском, у Алексея шикарный английский язык, он абсолютно не стесняется и очень виртуозно ведет вебинары на английском, я слышала, это просто поразительно, вообще никакого акцента, да, так что хотите послушать его английский, подключайтесь завтра. И, да, это была первая группа, кстати, это очень интересно, потому что американская группа и русскоговорящая, согласись, вроде бы одно и то же, но абсолютно по-разному, другой вайб, совсем, совсем по-другому все происходит, да, и у нас есть второй курс на английском, это iOS, что ты там смеешься, да, видишь, мне такую рекламу сейчас сделали, я прям все, 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 приходите завтра спешать, да, то есть мы, давай, да, дополни, Алексея, да, я был у него на уроке, на русском, русском, да, на русском, и, ну, что могу сказать, молодец, красавчик, одним словом, пайплайн я собрал, как бы, все, не отвлекайся, извиняюсь, не отвлекайся, не отвлекайся, у нас просто ситуация в том, что вот мы, как мы сказали, с 2016 года работаем, и мы работали на русскоязычную аудиторию, и у нас все курсы на русском, с английской терминологией, и даже когда мы пытались делать курсы на английском для русскоговорящих, мы все равно скатывались в итоге, в обсуждении на русский язык, поэтому мы запустили сейчас два новых курса только на английском, это DevOps и iOS, вот они прокатаны, они обкатаны, вот сейчас мы набираем второй поток по DevOps, второй поток по iOS, приходите на бесплатные уроки Алексея посмотреть, послушать, и это действительно интересно, там только американцы, там все на английском, там та же программа, но все-таки она адаптирована под американцев, и для тех, кто хочет учиться на английском, пожалуйста, если вам так удобнее, то вполне, но если вам удобнее говорить и понимать на русском, тогда лучше выучить этот материал на русском, и просто как бы отрепетировать свое прохождение интервью на английском, еще я хотела добавить про Machine Learning курс, который будет рассказывать Денис сегодня и другой преподаватель завтра, как он выглядит, как это ни странно, Machine Learning у нас специально для новичков, то есть там тоже люди без опыта, даже в программировании, как он построен, первый месяц мы учим Python Syntax, четыре недели, потом два месяца мы учим Python Practice, то есть пришли люди совсем новички, Python Syntax выучили, Python Practice два месяца выучили, и с четвертого месяца начинается статистика, математика, высшая математика, и нейронные сети, то есть по сути курс длится восемь месяцев, из которых первые три – это обязательный Python, и с четвертого месяца это уже начинается непосредственно машинное обучение, то есть с четвертого по восьмой. Это классный курс, мы его начали в январе, он у нас стартует сейчас каждые четыре недели, вот ближайший старт будет как раз на следующей неделе, сейчас мы держим все еще довольно низкие цены, как на курс по машинному обучению восьмимесячный, и он довольно крут. У нас, кстати, я хотела еще перейти на тему детей, нашему сыну 14 лет, и мы его тоже заставили пройти этот курс, потому что неважно, будет он программистом или нет, но машинное обучение знать обязательно. И сейчас еще двое его друзей записались к нам, они все подростки, 14, 15, 16, знать Python или основы нейросетей очень выгодно. Правда, Виктор? Почему мы записали ребенка туда на курс? Хотим быть программистом? Я, в принципе, понимаю подростков, потому что чем ближе к окончанию школы, тем сильнее начинает подгорать и у них, и у родителей о том, что вот-вот-вот что-то нужно делать, что же станет с нашими деточками и так дальше, кем они там станут. И выбора не настолько много, прям не настолько много, чтобы сказать, что все понимают, что, допустим, типа медицина, ты всю жизнь учишься, а потом полжизни отдаешь кредит за обучение, остальные какие-то сферы, они тоже достаточно быстро меняются. Техническая часть, ну именно инженерные профессии, они будут мутировать, это безусловно, то есть в них будут изменения. То, что университет, то, что университеты, они не смогут давать постоянную базу, это, в принципе, очевидно, поэтому остается только тот вариант, когда они получают какую-то базу еще до того, как заканчивают школу и после этого начинают адаптироваться в этом. То есть они должны быть как-то в этой индустрии идти, потому что чем быстрее вы начнете, тем быстрее у вас начнут появляться результаты. С детьми та же самая история. Чем больше у них будет навыков до окончания школы, тем лучше. Будут они их... Кто же не хочет идти в тиктокеры? Да, ну или тиктокером станешь, да. Да, ну чего, это тоже, в принципе, норм. Да. Курсы тиктокера. Так, у нас еще есть интересный вопрос в чате. Я начинающий, начинающий пенсионер, интересно, это сколько лет, какой из курсов вы мне посоветуете? Можно здесь хорошо ложится история о том, что начинающий пенсионер, это вам сколько лет? Потому что у нас есть студенты, которым 57, 58, 60 лет. Такие случаи у нас есть, которые отучились и устроились на работу. А что, может быть, он сделал это, карьеру в этом, в юношестве и рано вышел на пенсию? Нет, пишет 50. Пишет, если 50 лет, какой курс посоветуете? У нас, знаете, если вам 50 лет, вам подходит курс такой. Если вам 49, уже другой, 51, 3. Нет, ну это шутки. Что мы посоветуем? Ну, наверное, попробовать. Я рекомендую просто начать с подготовительной программы самый безопасный способ. Просто чтобы вы, ну, это действительно самый безопасный способ, потому что, во-первых, вы месяц учитесь, если вдруг у вас, если вы там в первые пару дней, неделю, кстати, какой там сейчас период money back у нас? На подготовительной программе? Да. Ты про подготовительную? По-моему, первую неделю, да. То есть, и расскажи, что такое подготовительная программа, давай подробнее, что это четвертнедельный курс. Да, то есть там, в принципе, за неделю понятно, что вы вписываетесь туда или не вписываетесь. Если вы особо тревожны, вы можете попросить менеджера добавить вам еще одну какую-то неделю для дополнительного возврата, если вдруг вы там переживаете. То есть это тоже в личном, в индивидуальном порядке можно сделать. И подготовительная программа, вы месяц учитесь в программированию, вы ходите к разным преподавателям, вам открываются наши методические материалы, по которым вы можете этим заниматься. И если вы видите, что вам интересно, у вас получается, идете дальше. Иногда бывает не получается. То есть, знаешь, иногда мне там, у меня была такая история пару месяцев назад, звонит девушка, говорит, мы с мужем записались на подготовительную программу, мы пробовали, пробовали, мы себя как бы там заставляли, заставляли, не получается. Я говорю, ну, как бы если вы пробовали и вы как бы там прикладывали усилия, у вас не получается, ну, как бы не мучайте себя. Вот как бы, вот ваши деньги назад и, пожалуйста, как бы, ну, если мы вам чем-то помогли хорошо, но самое важное, чтобы мы вам, как бы, не дали каких-то ложных, ложных надежд из-за того, что, типа, вот ты станешь программистом и покупай, покупай сразу там мешок для денег и начинай грести. Это просто одна из специальностей, куда вы можете себя приложить. Если оно получается так, что вам это еще и нравится, и вы получаете от этого удовольствие, потому что вы что-то создаете, оно у вас там работает, крутится, то прекрасно. Если нет, ну, ну, не страшно, да. Я могу от себя добавить. У меня на курсе есть человек, которому, по-моему, то ли 45, то ли как раз под 50. Вот он пришел, он отойти был, ну, как бы он инженер, то есть у него инженерное мышление. Он пришел на курс Деопса, он, в принципе, в технологиях в этих не разбирался вообще. У него сейчас работа, вот он ремонтирует бытовую технику, ездит по вызову. Но он с технологиями разобрался. Он за время курса, это один из моих лучших студентов сейчас. Он такие вещи делает, я вообще просто такой говорю, окей, все, можешь идти интервьюироваться уже, спокойно вообще. Он начинает у меня с английским не очень, все такое, но он готовится, то есть он как раз английский сейчас дотягивает, скажем так. У него базовый есть, и, ну, он еще не нашел работу, но я уверен, что он найдет. То есть, вот человеку тоже примерно около 50, там 40 с чем-то, 45, 46, что-то такое. Поэтому это далеко не пенсионный возраст, и если есть желание и драйв, и это нравится, то надо этим заниматься. Я вообще еще хотела добавить, что вообще 50 лет, это средний возраст наших студентов. У нас, ну, нет 20-летних студентов, у нас и 30-летних довольно мало. У нас, в принципе, все там 35 плюс, 40 плюс, 50 плюс. У нас есть YouTube-канал, где мы выкладываем отзывы со студентами, и у нас есть мужчина, ему 57 было на момент, как он пришел нам учиться. Вот он закончил курс, он устроился на работу к E-Automation, сейчас ему 60, его карьера, ну, просто развивается, он, там вообще нет речи о пенсии, там все идет полным ходом. И не всегда люди, во-первых, обучение онлайн, и поэтому, когда вы устраиваете на работу, это тоже, собеседование проходит онлайн. То есть здесь нет такого эйджизма, как принято у нас в странах СНГ. Поэтому вы даже нигде не указываете, сколько вам лет. Поэтому тут, тут про возраст, это совсем не то, о чем стоит переживать. Стоит переживать, насколько вам это понравится, и будет ли вам интересно учиться полгода, 8 месяцев, то есть изучать эту новую сферу, насколько вы готовы учить что-то новое. Реально, насколько вы готовы слушать кого-то, изучать что-то совсем-совсем новое. Извините за бестактный вопрос. Но почему к вам идут американцы учиться? Какие конкретные преимущества по сравнению с американскими школами? Какой хороший вопрос. Из разряда, почему американцы идут к вам? Потому что у нас качественные, классные курсы, даже для американцев. На самом деле, на рынке очень много очень некачественных, неклассных продуктов. Например, что выгодно сделать? Выгодно сделать курс, записать видеоуроки и продать его 200 миллионов раз. У нас на курсах мы 8 лет ведем разные программы, которые настолько уже обкатаны, усовершенствованы, и каждый урок внимание ведет преподаватель. То есть он подключается, рассказывает, объясняет. Есть факультативы, где подключаются люди. Не роботы, не какие-то там боты, а живые люди. Каждый раз рассказывают и объясняют. И вот этот человеческий фактор. Плюс, когда все нацелено на новичка, то есть у нас все новички, все объясняется максимально доступно, подробно, понятно. Это не какие-то видеоуроки, которые вы смотрите и сами должны в них вникнуть. Поэтому, да, это большая гордость для нас. У нас даже есть хорошие отзывы от американцев, между прочим. Можете посмотреть в Google. Да, они тоже нам оставляют отзывы, они тоже учатся и они выбирают из всех школ, казалось бы, школу мигрантов. Мы просто обычные мигранты, они приходят нам учиться. Да, это лестно приятно. На американском рынке мы новички. У нас, как я сказала, пока что только два курса и вот мы сейчас набираем вторые потоки, но они есть. На русскоязычном рынке мы работаем дольше, 8 лет. У нас очень хорошая репутация, потому что, если вы живете в русскоязычной Америке, вы знаете, насколько она маленькая. И если ты когда-то, кому-то что-то сделал не так или не понравился, то тебе на рынке не жить. Так как у нас хорошая репутация и мы на рынке давно и к нам приходят по рекомендации, это значит, что мы все делаем правильно, что у нас классные, качественные курсы. Иначе, обманув кого-то хоть раз, ты уже не сможешь продавать русскоязычным. Итак, следующий вопрос. У меня сын имеет инвалидность ДЦП, 25 лет. Есть немного задержка. Есть ли несложная профессия в IT для него? Он закончил колледж. Тут не указано, но, наверное, колледж на компьютер-сайенс. Что мы можем порекомендовать, какую профессию ему? Алексей, Виктор, профессионал в IT рынках. Попробуйте на подготовительную программу. Если он с этим справится, ему интересно, пробуйте дальше. Я не берусь принимать каких-либо решений. Вместо вас, по сути, да. Да, да, да. То есть, ответственность на вас и на нем. Поэтому попробуйте подготовительную программу, попробуйте по ссылке, которой я скинул, Coding Path. Я еще раз ее пришлю. И если получится, там внутри есть JavaScript Syntax, если он сможет это пройти, и ему все понравится, все получится, окей, продолжайте дальше. Это вы сами решайте, за вас не берусь. У нас есть, да, учебная система. Мы еще раз ее назовем. Это coding.path.us. Она создана нами. Это авторская система. Каждый желающий может там зарегистрироваться. coding.path.us. Вы там регистрируетесь. И вам открывается доступ бесплатно к первым урокам по программированию на JavaScript. И другой курс это QEMANUAL. Вы регистрируетесь, проходите первые уроки бесплатно, понимаете, нравится, не нравится. Вы можете остаться заниматься на этой платформе по подписке. Она стоит 49 долларов в месяц. Это минимально возможная цена, которую мы могли сделать, и мы ее сделали и не повышали ни разу за все годы. То есть, она как была, так и есть. 49 долларов в месяц, и вы самостоятельно изучаете JavaScript или Python, или QEMANUAL. Вот. У меня вопрос к Алексею, у меня лично. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть опыт ведения. Ты, во-первых, работаешь DevOps'ом в крупной компании на высокой должности. Ты DevOps самого высокого уровня. У нас ты ведешь курс DevOps на русском языке для русскоязычных, на английском, для американцев. В чем разница как тебе кажется между тем, чтобы обучать русскоязычных и американцев? Самое яркое такое для тебя? Хороший вопрос. Ну, я просто курс напрямую не сравнивал. Ну, в людях. Я сейчас просто думаю, ну, конечно, разница в людях, то есть, на каком языке они разговаривают. Но в зависимости от группы, допустим, предыдущая группа русскоязычная была технологически более подкованная, потому что пришли люди с инженерным опытом либо с опытом уже каким-то в индустрии, типа, там, кто-то с сетями работал, кто-то еще с чем-то. Мне в какие-то моменты было с ними легче проходить новый материал. С англоязычной группой мне нужно было останавливаться подробно, разбирать все по мелочам и работать с ними, ну, более таком, более такая мелкая подача материала. Это не хорошо, не плохо, это просто по-другому. На своих курсах я как раз готовлюсь под каждую группу отдельно, то есть, опять же, курс — это не заскрипнованная просто подача видеоматериала или чтения с бумажки, да, я работаю с вами. Опять пошла сама реклама. Но этот, но с англоязычной было работать интереснее в плане, у них нету как раз вот этого страха, как мы будем выходить на рынок, как мы будем подаваться, как мы будем свои резюме рассылать, а как мы будем разговаривать с рекрутерами. У них уже, ну, они находятся внутри среды, и у них уже есть это понимание, и они уже вот, ну, знают это все, и у них нет такого резистанса, вот, выйти на рынок. Плюс англоязычная группа, ну, они, ну, они просто работают по-другому. Плюс, опять же, там точно так же, если вы думаете, что вся группа была прям американцы-американцы, или американцы это вот американцы, нет, почти все эмигранты. То есть, группа была именно англоязычная, то есть, были люди с других стран, для которых английский точно так же не первый язык, а второй, и все разговаривают с каким-то своим акцентом, и, в принципе, они меня нормально понимали, ну, мы как бы находили какой-то общий язык. Были американцы-американцы в группе, и, да, парень дошел до конца. Яркий пример, он огромный молодец, и я думаю, что он тоже найдет работу, конкретно сейчас в активном поиске просто. То есть, группы только закончились, еще кейсов нет, нужно какое-то время, чтобы они вышли на рынок. Вот. Ну, а так, в основном, с русскоязычными, на самом деле, немного легче работать, но тяжелее в том плане, что люди быстрее теряют мотивацию, что ли. То есть, вот столкнулся с чем-то немножко более сложным и такой, и все. Англоязычные, они более открытые к подаче информации. Они приходят и говорят, как мне это сделать, я не знаю, расскажи мне, давай рассказывай, вытягивают с тебя это все. А русскоязычные, вот, сталкиваются с чем-то, человек, и иногда просто уходят в себя, и все, начинают теряться на курсе. Ну, такие как бы различия. В основном, на самом деле, разницы особой слишком большой нет, но англоязычные, вот, они более открытые. А тебе показалось такое? Вот мы когда закончили курс, и мы же потом, после каждого курса, в середине, в конце делаем анонимные опросники, собираем обратную связь, и вот по моим личным наблюдениям, ну, вот, если русскоязычные, они нам с удовольствием пишут, если что-то не нравится, то тогда такое большое, что-то подробное. Если все нравится, все норм, ок. А англоязычные люди, они как-то гораздо легче, они нам все ставили видеоотзывы, написали огромные ревью на Google, мы даже не просили, мы просто сказали, если вы хотите, вот тут можно оставить. Как будто бы легче, легче дают положительно обратную связь. Было такое ощущение? Ну, да, но и во время самой группы, вот как я уже говорил, англоязычные, да, с них не нужно это вытягивать, то есть, если им что-то не нравится, я об этом узнаю быстрее. Но это все особенности, все разные, и на самом деле, я считаю, что обе группы красавчики, на самом деле, и те, кто дошел до конца, вообще молодцы. Вот, но так особой разницы. Да, у нас с Алексеем будут два урока на английском языке, по девопсу, это за завтра и послезавтра, и на следующей неделе у нас два открытых урока по девопсу, но на русском языке, правильно? У нас прям марш пространство. По-моему, так, да. Да, поэтому мы вот всех приглашаем на уроки, сейчас я хочу еще представить Дениса, Денис к нам уже подключился, мы про Дениса говорили, это преподаватель курса Machine Learning, Денис, ты с нами? Это, собственно, был вообще это разогревающий вебинар. Прогрев. Здравствуйте. Да, Денис, добрый день, да, Денис как раз начнет вебинар через 4 минуты, расскажет про нейросети Machine Learning, да, мы передадим тебе хоста, правильно? И у нас в чате еще есть вопрос, вопрос от Рафаила, сейчас очень высокая конкуренция внутри IT-отрасли, рекрутеры обращают внимание на образование кандидатов и на их опыт, что все-таки перевешивает профильное образование, например, такое, как колледж, или продвинутые курсы, как у вас, если при обоих вариантах большого практического опыта у кандидата нет. Виктор? Можно я скажу? Да, спасибо. Я расскажу прямо из прямо свежайшей истории. Сегодня пересматривал резюме, значит, позиция FullStack разработчик middle, именно middle, то есть я именно вот так это обозначил, и ребята прислали резюме. Мне вообще на то место, где они учились, абсолютно неинтересно смотреть. Я смотрю вот так, впечатление складывается, смотришь заголовок, смотришь, где человек, что он там написал, какие технологии у него есть, последнее место работы, оно, в общем-то, о многом говорит. Последнее, предпоследнее, там можно еще проследить, то есть место обучения, колледж, университет, институт, хорошо, когда смотришь, да, все прекрасно, а еще и математическая, допустим, там какой-то физический колледж или университет, о, супер, хорошо, значит, человек где-то шарит с теми. Но сказать, что, о, у этого есть обучение в университете, но какой-то, ну, такой себе опыт, а у другого человека больше опыта, но учился он, допустим, вообще на какую-то специальность, типа геолога, да, то, как бы мне вообще без разницы, геолог, на кого он там учился. Я вижу, что у него там есть несколько лет, 3-4-5 лет опыта в этой сфере, ну, значит, есть о чем поговорить. И следующий этап после этого резюме, это уже созвон, и в реальном разговоре можно за 5-7 минут, в принципе, сложить общее впечатление, понять, стоит ли продолжать дальше. Сто процентов, сто процентов. У нас еще в чате пишет Илья, Илья, подключись, пожалуйста, к нам, он пишет, что он, наш студент курса QA Automation, учился на потоке QA-6, а сейчас у нас поток QA-53, понимание? То есть это было 40 с чем-то там потоков назад. Он учился в 2019 году, нашел работу в 2020, переехал во Флориду, работает SD. Илья, ты здесь? Да, да, здравствуй. О, да, расскажи, пожалуйста, пару слов, как ты у нас учился, как нашел работу? Отлично, учился. Человек ли ты? Человек ли ты реально? Живой ли ты человек? Я даже к вам приезжал в Атланту домой. На буткэм? Да, на буткэмп. Самый-самый первый, который был бесплатный. Ага. Любитый халявый. Один день, правда, но без, нет, я без ночевки, я приезжал вообще к Генис с Катей, которые тоже у вас учились студентами. А, да-да-да, Гена, да-да-да. Я был проездом в Атланте, мы решили к вам заскочить. Но учился я хорошо, как и все, в принципе. Много кто из наших ребят, которые были у нас в потоке, нашли работы, и до сих пор как бы работают, вот, как с Геной, так и с Катей. Еще с несколькими людьми я общаюсь до сих пор, поддерживаем отношения. И как бы, ну, мне очень много открыл Q-Automation курс в глобальном плане. То есть я кардинально поменял профессию, и ни грамма не жили об этом. Поэтому те, кто сомневаются, сделайте, ну, сходите, вообще посмотрите, для вас это или нет. Выберите правильное направление, а дальше просто грызите гранит науки, и все получится обязательно. Спасибо. Мы с Геной, вот про которого ты говоришь, который в Атланте, и наш тоже студент-выпускник, мы с ним месяц назад катались на каяках по горной речке, встретились, у нас была общая компания, и мы пошли кататься на большом рафтинге, и тут Гена такой, привет, ребята, я ваш студент, тоже такого-то потока, очень приятно. У него тоже, кстати, все хорошо по карьере, поэтому это очень приятно. Он приезжал тоже ко мне пару месяцев назад на выходные, поэтому, да, общаемся. Очень дружные ребята, хорошие учителя, ну, конечно же, уже не те, которые были в мое время, но я общаюсь. Раньше было лучше, да, раньше было лучше. Я сейчас, опять же, общаюсь здесь с людьми тоже, и вообще крутые ребята, поэтому ничего плохого вообще сказать нечего, как бы, поэтому. Большое спасибо. Еще очень приятно, что вот за эти годы у нас есть достаточно большой нетворк, и это особая ценность, то есть вот эти люди, которые у нас уже когда-то учились, они уже работают, они уже меняли работы, занимают крутые должности, и вот этот нетворк, это очень большая ценность, потому что все продолжают между собой общаться и дружить, то есть вот как вы с Геной, с Катей, так и большинство других сокурсников, все поддерживают отношения друг с другом. Не поверите. То есть кто не потерялся. Вот я сегодня об этом думал, какой крутой вы создали нетворкинг вообще, вот эту комьюнити всю, то есть люди даже, которые 3-4-5 лет назад учились, они все равно присутствуют, следят за событиями и как бы за новым прогрессом, который развивается. Очень круто, молодцы, прям 5 баллов. Спасибо. Илья, мы за тебя очень рады. Ну, собственно, знаешь, нетворк, комьюнити развивается из-за таких как бы успешных, из-за успешных студентов, у кого все получилось, и это мотивирует, мотивирует еще других, других людей. Супер, отлично. Так, у нас с нами сегодня еще Марина. Марина, ты из нового дома своего? Да. А, супер, тоже поздравляем. У всех, у всех, у всех какие-то изменения, ну, прекрасно. Так, Марина, Марина с нами тоже давно, давно работает. Марина, расскажи пару слов о себе, и мы потом будем, мы вас уже с Денисом оставим здесь. Всем привет. Так как есть люди, которые подключились на урок Machine Learning Engineer и не совсем понимают, что происходит, друзья, мы с вами начнем урок по Machine Learning Engineer через пару минут. Сейчас мы заканчиваем нашу предыдущую встречу с основателями, школы и с нашими преподавателями, и, как выяснилось, с нашими выпускниками. Поэтому, да, кто я? Я являюсь менеджером в школе программирования PASF, работаю около пяти лет, тоже видела много успешных историй наших студентов. Я веду студентов от самого начала, когда вы только принимаете это судьбоносное решение, и до момента подтверждения бэкграунд-чека при получении оффера на работу. Поэтому всегда интересно наблюдать, как складывается жизнь в дальнейшем. Также я тоже, в свою очередь, подружилась с нашими выпускниками. Мы виделись с ними вживую как вне США, так и даже... Ну, в целом, да, интересная история, интересный нетворкинг, который объединяет не только по США, но, можно сказать, по всему миру, по Европе тоже. Очень приятно. Спасибо. Круто. Ребята, мы вообще планируем, у нас будет как два вебинара выкладывать, то есть сейчас остановить, а потом на вы начать. Так? Да, 100%. Да, все. Продолжение следует...